Будут инвестиции, будет развитие. Само по себе их привлечение и размещение может дать хороший результат в развитии экономики страны. В этих целях Министерством экономического развития Российской Федерации разработана инвестиционная карта. Какие стоят задачи, как это будет работать, расскажет Альбина Ламкова. По сути, инвестиционная карта будет служить и механизмом в подборе площадок для инвесторов. Сервис запущен в пилотном режиме на территории Северо-Кавказского федерального округа. Затем реализует во всех регионах страны и станет единым окном для потенциального инвестора. В планах выстроить организационную модель работы, прописать четкие регламенты передачи информации. У инвестиционных команд субъектов России уже есть опыт сбора этих сведений, полученный при разработке собственных инвестиционных карт в рамках работы по внедрению регионального инвестиционного стандарта. Сбор региональных карт в единую систему – закономерный итог этой работы. Также в карту встроен фильтр, который упрощает поиск объектов. Подходящую инвестплощадку можно найти, отсортировав объекты по формату, площади, стоимости, преференциальным режимам и просто выбрать интересующую локацию. Можно также сравнить регионы по заданным фильтрам. Например, по количеству преференциальных режимов, уровню тарифов и налогов. Также мы предусмотрели дополнительную аналитику. Это информация о средней зарплате, населении, зонах покрытия, сотовой связи. Функционал системы позволяет инвестору проанализировать условия реализации своего инвестпроекта в разных регионах, узнать о доступных мерах поддержки и подать заявку на подходящую инвестплощадку. Это новый удобный инструмент для инвестора, с помощью которого можно подобрать локацию для бизнеса, а также выявить факторы, которые могут повлиять на развитие проекта, узнав наилучшие объекты потребительского рынка, какие полезные ископаемые находятся в непосредственной близости от выбранной инвестиционной площадки. Немаловажной является инфраструктура и действующие меры поддержки. В нашем регионе мы уже приступили к его формированию. Данная работа также проводится в рамках послания главы республики, в ходе которого он дал поручение сформировать план инвестиционного развития каждого муниципального района. Собственно говоря, мы к этой работе приступили. В рамках этой работы уже системно приступаем, в том числе и к сбору всей необходимой информации для наполнения инвестиционной картой. Инвестиционная карта поможет более глубоко проанализировать, какая площадка подходит для того или иного бизнеса. И точнее, приняты решения для вкладов. Мы живем в не самых простых условиях. И мы все понимаем, что нам нужно предпринимать конкретные меры, конкретные шаги для того, чтобы улучшать экономическое состояние не только нашего региона, но и страны в целом. И у руководства наших муниципальных образований, безусловно, это понимание имеется. Руководство районов будет принимать участие не только в организационных вопросах. Их помощь предусмотрена в качестве ответственного лица за принятие решений в последующих переговорах. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашебоков, Вести, Корчаево, Черкесия.